Вот все эти вещи указывают только на одно. Вот знаете, мы хотим спокойствия в жизни. Нам нужно счастье, спокойствие в жизни. Мы все стремимся к этому. А Бог хочет, чтобы мы верили в Него. И поэтому для Бога самый лучший период в нашей жизни, когда вера просыпается. В это время мы страдаем. И Бог специально нас подводит к этому времени, чтобы мы хоть немножко как-то развились, поверили в Него, и создает трудности. А мы в это время, а, но не хочу трудностей, хочу спокойствия. А Бог не говорит, нет, учись верить, мучайся. Ну, то есть Он нас подводит к вере вот в таких ситуациях. Если вы начинаете молитву, верить в Бога, сразу все хорошо становится. И с мамой все налаживается. Налаживается, потому что вы как бы от нее не зависите внутренне, вы зависите от Бога. Сейчас вы ждете от мамы, когда она будет с вами себя вести хорошо. А она от вас ждет, когда вы будете с ней вести себя хорошо. Потому что у каждого свой стереотип поведения. Вот, допустим, мама, когда была молодой, она очень сильно слушалась своих родителей. Она была такая вот послушная и строгая внутри. Теперь она строгая с вами и пытается заставить вас быть послушной. А у вас есть свое мнение, как бы, и она страдает, потому что вы не такая, как она, послушная. А вы страдаете, потому что она сильно строгая для вас. А вам нужны добрые, мягкие отношения такие. У каждого свое представление о жизни. И невозможно, ну, понять, кто прав, кто не прав. Просто у людей есть желание счастья. Есть материнское желание счастья, а есть желание счастья детей. И никто не прав в этой ситуации. Прав тот, кто думает о Боге и перестает желать счастья от близкого человека. Как только вы перестали желать счастья от мамы, ну, вам становится все равно, хоть вы киваете ей головой, хоть не киваете. И вы решили кивать. И она раз успокоилась. И хорошо стало, потому что вы приняли, ну, как бы, способ жить какой. Вы начали жить, как она хочет. Почему? Потому что вы самодостаточная, вам не жалко кивнуть ей два раза там в день. Не жалко вообще. А менять ваше представление о жизни вас вообще никто не заставляет. Родителям надо, чтобы вы их уважали просто и все. Ну, допустим, вы делаете по-своему, но уважает. Говорит, да, мама, я согласна, что это правильно. Но я пока так не могу. Она говорит, ну, ничего, доченька, со временем сможешь. Главное, чтобы вы уважает.